Коллеги, Prodexpo 2021 снова в эфире и у нас снова интересный новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут и какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Аксенов Вячеслав, представляю я органическую ферму «История» в Богимово. Находимся мы в Калужской области, производим настоящий чистый органический продукт молочный. Расскажите, пожалуйста, вы где-то закупаете сырье или у вас есть свое производство, добыча сырья? Нет, мы производители, ферма у нас полного цикла, начиная от заготовки кормов и заканчивая переработкой молока. Мы сертифицированы органическим стандартом «Евролеском» и нашим российским «Органик». Расскажите, пожалуйста, где уже представлена ваша продукция? Может, у вас есть свой магазин? Наша продукция представлена в нашем собственном интернет-магазине «Богимова.ру». В сетях мы представлены в гиперглобусах, в Красногорске, Одинцово, Климовск, Медведково. Обширно мы представлены среди наших партнеров единственного сертифицированного органического магазина. Находится он «Реут», называется он «Рождален». В принципе, у них тоже есть интернет-магазин, доставка по Москве. Конечно, основной канал избыта – это у нас Москва. Но соседство и нахождение наше в Калужской области не дает нам покоя. И мы хотим приобщить к органике, в том числе и калужан, и соседние областя. То есть мы сейчас активно над этим работаем, ищем каналы сбыта по Калуге, Туле, Орлу. Сейчас к нам присоединяются уже дальние области от Калужской области – это Брянск. Большая активность, мы сейчас поняли это на выставке, это Санкт-Петербург. Белгород уже, наши сыры уезжают в Белгород. Ну и мы надеемся на расширение наших партнерских связей и соседних областей, и далее там 500-600 километров. То есть продукты, которые мы можем представить на дальние области, то есть это области – это сыры, масло, хи, богимовское золото. То есть эти продукты мы можем отправлять на дальние расстояния. К сожалению, мы не можем отправлять кисломолочку, потому что сроки годности у них ограничены – 5-10 дней. Ну, здесь прекрасно, как раз вот недалекие областя, да, то есть Москва, Тула, Калуга. То есть здесь все можно прекрасно организовать. Расскажите, пожалуйста, о коровках, которые дают такое прекрасное молоко. Коровки – это наше чудо. Мы их называем счастливыми коровами, потому что они действительно счастливые. Они питаются чистыми кормами, пьют артезианскую воду и живут в свободном выгуле. И порода ее, порода Джерси, английская порода. Корова очень социализирована. Когда мы, экскурсионные группы приходят к нам на ферму, и в коровник заходят люди, коровы испытывают большое любопытство. И кто там, что там понюхают, поздороваются. Одним словом, счастливые коровы. Да, они действительно счастливые. Тут без преувеличения сказать, что они счастливые. А телята, которые рождаются у нас на ферме, они вообще похожи на ольненка бэмби. То есть они милашки, кучеряшки. Не кучеряшки, а милашки. Здорово. Ну и перестанем делать вид, что абсолютно не видим этого диплома. Давайте расскажем, за что вы его получили. Да, это лучший органический продукт Prodexpo 2021. Мы получили его за, я считаю, шедевральный сыр. Джерси Чеддер 12+. Почему? Не просто говорю от себя, а говорю отзывы людей, кто участвовал в дегустации, кто его пробовал. Ну и в том числе мы сейчас доказали, что у нас с нашего стенда его смели. Просто-напросто у нас сейчас его нет. Ждем его завтра с поставкой. И вторая премия, тоже лучший органический продукт, это наше молоко от Джерси. Органическое молоко от Джерси. Получается, мы получили премию за сыр Чеддер 12+. У нас сейчас Джерси выдержка 6-12. Получается, того, который победил, уже нет, потому что смели, попробовали и всем понравился. И при этом мы получили диплом за молоко, которого тоже нет, тоже выпили, тоже понравилось. Потом в руках у нас кефир. Да, все верно, молоко у нас тоже смели. Я просто еще отмечу, что джерсийское молоко, оно с повышенной жирностью. То есть зимой жирность молока доходит до 7,3%. То есть и когда вкус молока пробуешь, ну вспоминаешь, вот лично я вспоминаю то детство, где у бабушки я пил молоко. То есть и на дегустациях, когда дегустация проходит, и люди пробуют, они, да, они отмечают этот вкус молока. И он достоин победы, я считаю, премии Prodexpo. Ну, это, кстати, не первая победа молока на Prodexpo. То есть в 2019 году наше молоко также побеждало, получало премию Prodexpo. Это постоянство, наверное, дослезует аплодисментов потребителей, то, что из года в год все равно качество молока остается неизменным, потрясающим. Я желаю вам удачи, надеюсь, в следующем году снова увидится с вами, и вы уже будете нам показывать очередной диплом за заслуги, то, что наши члены жюри оценили ваши продукты. И надеюсь, конечно, что покупатели оценят тоже по достоинству ваш продукт в ближайших магазинах своего дома. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok